Цепочка каббалистов Он учит их, как прийти к совершенству Так образовалась первая группа каббалистов, которая последовала вслед за Авраамом Так зародился народ во главе с его родоначальником Авраамом Две тысячи лет назад мир изнемогает от жестоких войн И в это время в маленькой пещере на севере Израиля Раби Шимон Барюхай и девять его учеников вместе пишут Великую книгу Зоора Книгу о вечности и любви, окутывающей наш мир Здесь рождается книга о любви А там, за пределами пещеры поколения, погружено во тьму, ненависти и войны Книга исчезает на сотни лет, пока не приходит ей время раскрыться и пролить свой свет на будущие поколения В конце шестнадцатого века вновь явилась в наш мир особая душа Святой Ари Ему удается заново раскрыть древнюю науку каббала и адаптировать ее к массам Ари возвращает миру свет Начиная с этого момента, каждый может изучать эту науку И на всех на нас лежит обязанность реализовать ее на практике Как? Соединить наши сердца в одно Начало двадцатого века, Вторая мировая война Людей ведут словно стадо на убой Именно в этом кровавом периоде Раф Юдаашлак Балю Сулам видит предзнаменование Он понимает, что начинается конечный этап развития человеческого эгоизма Все, что раскрыл Авраам, все, что описал Рашби в книге Зор И все, что выявил Ари в своих писаниях Все это Балю Сулам превращает в науку связи между людьми Все мы связаны в одной чудесной системе Словно органы одного тела, повторяет Балю Сулам Нам нужно лишь раскрыть это Старший сын Баля Сулама, Раф Баруха Леви Ашлак Продолжает дело своего отца, наполняя его тексты новым чувством И одновременно превращая их в практическое пособие Тем самым он представляет каждому человеку возможность раскрыть духовный мир Когда человеческий эгоизм подходит к своему пику И наука Каббала уже обязана распространиться по всему миру Появляется ученик, который приводит труды каббалистов В соответствии с новым этапом Михаил Лайтман В возрасте 30 лет он приходит к Рабашу И становится его ближайшим учеником и другом Михаил Лайтман находится рядом с Рабашем В течение 13 лет до последнего его дня Рабаш оставляет для нашего поколения систему Ясные и последовательно изложенные ступени Постижения духовного мира Вершины единства и счастья В 1995 году около 10 учеников начинают собираться раз в неделю В квартире Михаила Лайтмана Спустя год их становится уже 40 Потом 100 Каждый год из месяца в месяц От недели к неделе Все больше учеников приходят заниматься наукой объединения 2002 год Михаил Лайтман приглашен провести серию лекций в США и Канаде Лекции в Лош-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфия, Бостоне, Нью-Йорке, Торонто Залы переполнены В 2005 году доктор Лайтман становится членом Международного совета мудрецов мира Он выступает в Токио перед многочисленной аудиторией в 5000 человек Повсюду начинают звучать такие слова, как «кабала», «баля-сулам», «единство мира» Те же слова произносятся им, разъясняются и на престижной конференции в швейцарской Ароссе На форуме свободных голосов в Берлине Благодаря огромным усилиям учеников запускается новый телевизионный канал 66-й канал «Кабала-народу» В каждой передаче этого канала зрители видят, слышат и чувствуют тепло-единство Подключаются к источнику добра Вместе с запуском телеканала по всей стране открывается множество учебных кампусов «Кабала-народу» Они открываются не только в Израиле В Италии, Китае, России, Украине, Голландии, Швеции, Колумбии 62 страны подсоединяются к Израилю В общем желании превратить человечество в единый цельный организм Параллельно деятельности организации «Кабала-народу» По ее инициативе создается общественное движение «Аравуд» Взаимное поручительство Это движение организует общественные дискуссии, беседы, лекции о том Как нам жить вместе, по-доброму, как единая семья Каждый день и каждый час мы передаем через всевозможные каналы связи Импульс единства Посыл тепла, проникающий в сердце и объединяющий народ Посыл, который рано или поздно дойдет до всего мира Мы продолжим и завершим дело Авраама Который раскрыл закон объединения любви И передал его нам через всю цепочку каббалистов Сегодня, когда вы все с нами Мы наверняка знаем, что закон единства Возлюби ближнего, как самого себя Станет общей основой жизни каждого из нас и всех в целом Мы все как один